Как выглядит скафандр? Что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации? Чем питаются в космосе? Об этом мальчишки и девчонки во Всероссийском детском центре смена узнают на мастер-классе от сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. На сегодняшний день 121 российский космонавт побывал в космосе. В полет каждый космонавт берет три блока, в которых находятся вода, еда и медикаменты. В космосе употребляют только сухую пищу. Главное условие – долгое хранение, высокая калорийность и маленький вес. Это продукты, подготовленные специальным инцидентом питания. Это очень высококалорийная, обезвоженная, легкая пища, которая позволяет продержаться человеку несколько суток без обычной еды, сохраняя полную работоспособность, бодрость духа и ясность мышления. В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. Запасов, которые находятся в них, хватает на двое-трое суток. Например, шесть литров воды помогут двум космонавтам выжить в течение 48 часов. Во время мастер-класса у ребят есть уникальная возможность померить скафандр «Сокол». Его надевают перед выходом в открытый космос. Он весит около 10 килограмм. По словам мальчишек и девчонок, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным. Много я уже знала, я только не знала, в каком вот виде поступает еда космонавтам, какие дополнительные предметы лежат в этом, в аварийном комплекте. В скафандре относительно тесновато, как-то неудобно, как будто он создан не для меня, а для другого человека, который ниже роста. Все очень понравилось, я узнал очень много нового, так как я не знал, что космонавты одевают на себя в момент аварийных ситуаций, что они оденут, что они сделают, если они попадут на водоемы. То есть я не знала, что они едят, какие у них костюмы. Субтитры подогнал «Симон»!